Тун-тун-тун Привет, я Рома, это новая серия эпохи приключений. Поехали! Турурурурру, все на английском, но если говорить проще, сейчас по вот этим координатам мы отправимся в крепость Джохара, x4, y53, z7. По-моему, крепость найдена, или это все-таки обычная деревня, а крепость это вот это? Ай, как непонятно. Давайте, наверное, сначала здесь побродим. Привет, тут кто-нибудь есть? Алё, я же прекрасно понимаю то, что это какая-то деревня, ну, жители, абсолютно ничего и абсолютно никого, ладно, нам тогда вот сюда, это больше похоже на крепость, которая, наверное, даже не ломается, давайте проверим, да, ломается, прикол, что это было, что это было, что это было, это был Джахар, подождите, у меня мирная сложность, вот это я тупица, ааа, не, то был не Джахар, это просто монстр, который вот так вот спавнится, и сейчас я включил нормальную сложность, и вон он, вон он стоит, как-то мне на самом деле не очень хочется туда идти, сначала я осмотрю его хоромы, наверное, здесь что-то классное есть, да? Да ладно, да ладно, да ладно, ребята, смотрите, что я нашёл, это камни, которые выставлены в качестве ритуального круга, ааа, кузница, без сундука, чё, серьёзно? Окей, зато пшеница растёт, это нормально, подождите, а вот эти чуваки вроде как меня не атакуют, вы случаем не жители? Ай, да ладненько, ребята, я их нашёл, здрасте, амулет Нияра Лототепа, монета Элдора, я так понимаю, это что монета для них, это что-то типа изумруда, то есть они постоянно ими торгуются, но вот что такое амулеты, я уже не знаю, то есть вот, допустим, хотим монету Ктулху, берётся какая-то гравировка на 10 монет, кладётся обычная монетка, и получается Ктулху, а гравировка делается следующим образом, да ёперный театр, как всё тяжело-то, а? Хорошо, хорошо, я просто возвращаюсь, так, куда там надо идти, наверх, поиди, да? Алё, выходи! Ааа, чёрт подери, я же нихрена не вижу, идёте в задницу! Как же вы меня достали, лук дракона, справься с ними, красава! Последние тени, и мы приближаемся к самому Джохару, здорово, чувак, как дела, что делаешь? Тихо-тихо-тихо-тихо, Джохар, превратник бездны, на мне вся броня, это хорошо, ты держишь в руках обессалмикон и бьёшь меня палочкой! Ха-ха-ха-ха-ха, серьёзно? Да, уж я, если честно, ожидал большего, потому что, ну, бьёт он меня так себе, хотя нет, бьёт он, на самом деле, хорошо, потому что броня снимается. А если я ударю от Джохара? Что будет, если я ударю? Ты думал об этом? На, тварина, но! Тихо-тихо-тихо-тихо, нихрена себе, ты сильный! Пипец, он мне снял всю броню, поэтому я воспользуюсь луком, да, вот он ты, эээ, эээ, ээээ, господи, какой ты страшный, что с тобой делать-то? Ты, это самое, может быть, распадёшься, или ещё с тобой что-нибудь случится, на тебя надо смотреть, армор 10, хп 0 из 400, ааааа, тихо-тихо-тихо, он меня притягивает, тихо, не хочу к тебе идти, я буду летать, я буду летать, я не буду к тебе притягиваться, ты, надеюсь, не взорвёшься? И вообще, что мне надо делать? Может быть, надо реально улетать отсюда, потому что сейчас всё нахрен взорвётся? Пока что я, так и быть, посмотрю на всё это, и да, он реально взорвался, Абисалномикон книга, наверное, всё-таки выпала, или, эээ, или, эээ, а, во-во-во-во-во, что-то выпало! Эссенция привратника, небольшой фрагмент Джохара, ты чувствуешь, как оно пульсирует силой. Ого, а с этих чувачков, которые вот здесь спавнятся, вон тех чувачков, падают те самые хреновины, которые понадобятся, чтобы сделать Абисалномикон! Привет, помогите мне, пожалуйста, ещё две штучки, так, вижу-вижу-вижу, и, пожалуйста, последнюю, спасибо! Проверяем! Эта эссенция привратника нужна только для одного, то есть, опять же, Абисалномикона, три вот такие хреновины мы только что добыли, а мозол Некрономикон присутствует, остаётся только слиток Эсхазиума, который крафтится не так-то просто, например, кристалл жизни нужен, но мы без проблем его создадим, потому что абсолютно всё я уже добыл, а также с помощью кирпича Эсхазиума! Да ё-моё, чё это такое-то, блин? Подожди, где тебя добыть? Ааа, я понял, это вот эти кирпичи, которые в деревне. Слитки Страхолита можно поменять на монету Элдора. Неплохо, но, по-моему, монета Элдора это самое простое, что можно сделать, да? Да? Да. Оооо, боже мой, я дурак, я не сделал метку, чтобы вернуться обратно, у меня нету просто портала, представьте себе, придётся каким-то боком возвращаться наугад, ааа! Фух, получилось, фух, хорошо, что есть миникарта. Эсхазиумовый слиток готов, еее... Подождите, я на всякий случай перепроверю, всё ли у меня есть, и у меня всё есть! Радуемся жизни, ура! У меня наконец-то абсолютно всё, всё есть, вот прям всё! Теперь мы можем нажать на «Что это за книга» и прочитать совершенно новое! Это Абисономикон, книга, написанная Джохаром, Превратником Бездны. Книга содержит в себе знания четырёх некрономиконов, и, по сути, это её разделы. Также тут есть дополнительные, недоступные ранее знания. Знания про заклинания и ритуалы, ограниченные определёнными измерениями. Но в данной книге все они собраны вместе, с дополнениями. Отлично, чё бы ещё прочитать? Давайте посмотрим. Тёмное измерение, а это чё такое? Чего? Серьёзно? После Амазола есть ещё что-то? Аааа, жесть какая! Да ладно, походу есть босяра, который посильнее Джохара. Посмотрите, чё нашёл, это супер запретный ритуал, который можно достичь только с этой книгой. Ритуал очищения. Поставив 8 любых статуй, сделав жертвоприношение и дав огромное количество энергии, вы обратите вспять разрушение Бездны. Со слишком большой силой не приходит никакой ответственности. Вообще! Это очистит тёмные земли, восстановив их до... Чего там написано? Состояние обычного мира. Ой-ой-ой, тут всякие разные статуи можно создавать, жесть! Так, подождите, мне всё-таки реально интересно. Где-где-где я это посмотрел? Вот, ритуал очищения. Очень сильно надеюсь, что это не тот ритуал, который перегенерирует мне весь мир. А даже если и так, то на всякий случай я перед ним сохранюсь. Необходимая энергия 100 тысяч. Такое возможно только с этой книгой. Ну чё, надо зарядить. Помните тот алтарь, который мы нашли у Джохара и активировали? Оказывается, он понадобится для ритуала обращения времени вспять. Если по каким-то причинам вам не удалось заполучить эссенцию привратника, но нам удалось, вы можете повернуть время вспять и снова сразиться с Джохаром. Всё, это можно исполнить только на алтаре внутри храма Джохара. Да, то есть тот самый, который мы видели. Тут много всякого непонятного. Надо бы, наверное, создать хотя бы один амулет, потому что, ну, я типа эрудированный в Майнкрафте, да? Надо понимать, что это такое. Каков же мой вердикт? Тупо заряжаем. Всё, пойдём отсюда. Ммм, какая же она красивая. Раз уж у нас сегодня такая охрененная серия, давайте доделаем броню и превратим всё в драконью. Уууу. Помним, да? Понадобится пробуждённое ядро и энергетическое ядро. Всё. А для этого нужны звёзды из Незера. Для звёзд из Незера нужны иссушители. Для иссушителей пора сделать нормальную клетку. И тут, как видите, всё достаточно тяжело, если бы у меня не было ресурсов. Но у меня всё есть. Упс, не рассчитал. Оказывается, у меня ничего нету. Представьте себе. Нам нужна драконевая пыль, не слитки, а именно пыль. Так что сейчас пойдём искать комету. Наконец-то, ребята, мы нашли эту комету. Кто это был, я не понял, но он прав. Действительно, комета найдена. Мы сейчас всё это дело быстренько добываем. Мне не так много пыли, по идее, надо. Или много. Ну, неважно, короче, добудим, комета, если что, старая. Да. Поэтому она и быстро найдена. Вот, 64 штуки. Ну, вроде как много. Аветить! Клатить! Что со спавном-то? Боже мой, он меня теперь даже не отпускает. Ё-о-о-о... Кстати, у меня оказывается 56 ритков есть И сейчас нам ещё кое-что надо будет найти Это блейзовые палочки Потому что огненный порошок Всё правильно поняли Чтобы это всё пошло намного быстрее Я принёс сюда ядро дракона После этого я сюда принёс ядро виверны И да, да, вы всё прекрасно понимаете Сейчас будет много блейзов О-хо-хо Как говорил мой дед, тупо-изи Получилось очень даже неплохо Ровно 51 стержень Всё, а-бе-бе-бе-бе Ян, Ян, зачем ты мне звонишь Ян, ну вот-вот скажи мне Подожди, ну что, что Алё, Ян, да, да, алё Алё, Ром, ты выехал? Конечно, я выехал, да А я ещё видео снимаю, прикинь После всего вот этого самого мне надо найти обсидиан Но-но-но-но-но-но-но Мы же помним, у меня есть книга алкогести Она может распитерить обсидиан, прикиньте Также стингер с констрактом Его можно отлить Либо трансформировать Ого, магма, серьёзно Ну, короче, много всяких способов, но Алкогести, это лучше О, майн-го, смотрите, как много редстоуна Этого действительно хватит на супердолго Ой, у меня снова иероглифы Ну, ладно, короче, потом как-нибудь решу эту проблему Тупо вопрос, как много я могу это всё распитерить? То есть вот уже 25 Вот уже 2 стака По-моему, пора остановиться Что? А, не-не-не, один выстрел и он в итоге отстревает Тогда да, всё-таки надо примерно 50 таких оранжевых блоков И у меня получится нормальная клетка Я её как бы сделаю побольше И сушителей можно вызывать сразу много Тупо проверяем Драконевой пыли у меня дохренища Обсидиан у меня тоже дохренища Благодаря книге Алкогести Нужно только Блейз Рот Изи-изи, ровно пол стака создаём И этого точно хватит, чтобы сделать комнату на 2 иссушителя Я надеюсь на это Получилось, получилось Смотрите на это Наконец-то я могу их вызвать И не париться о том, что они куда-то улетят А вызывать-то я буду немало Я сразу вызову дохренища таких босяров Давайте проверим То есть вот 1, 2, 3, 4, 5 А ты... О-о-о-о-о, что же будет? Тун-тун-тун Ту-ду-ду-ду-дун Тун-тун Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду Подожди, что? А, чего? Двое всё-таки как-то выбрались Чего? Чего? Как это произошло? Смотрите, они просто выбираются Ну, блин Короче, старт Конечно же, зарядочка не-быстрая Но ничего, мы терпеливые люди Подождём Да, ребята, правильно, подождём У меня дохренища топлива Следовательно, по 14 тысяч энергий Изотик всегда капает, и это реально много, вот просто очень много. Attention, please, не забывайте скрафтить энергетические ядра. Спасибо за внимание. Ой, я представляю за всю эту серию, я бессалномико накопил не так уж и много энергии. Ну, я вангую, давайте будет 50 тысяч. 50 тысяч, потому что до этого было 30. Так, а ну-ка, иди отсюда. И в итоге, пожалуйста, 50 тысяч, 40, всего лишь 40. Как же это, мать твою, долго. Я не представляю, ради одного ритуала, который стоит 100 тысяч энергии. Но, по-моему, этот ритуал того будет стоить. Вот прям серьезно, 100 тысяч энергии я накоплю. Пока заряжается, можно также и фермы проверить с углем. Все нормально в каждом автоиспользователе, ведь так, ребята, мгм. Тут уже все создалось, и божечки мои, ребята, вы же понимаете, что это означает? Да, 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 и еще раз да, наконец-то новая броня. Только вот надо выбрать, либо шлем виверный, либо ботинки виверный. В принципе, шлем, насколько мне помнится, дает ночное зрение, которое мне нахрен не нужно. Следовательно, я выберу, скорее всего, ботинки. Да, да. Ту-ду-ду-ду-ду. Зарядка 95%, зарядка 100%, создание 20%, поехали. Степ-ассист, то есть ассистент шагов, или как-то так, помощник шагания. Я просто не знаю, как это толком переводится, но что-то типа такого. А, я понял. То есть, если на нас надеты эти ботинки, мы можем не прыгать на блоки. Вот, видите, он сам шагает по ним. Класс. Ну, то есть, забирается. По любасу прячем броню, потому что мне неинтересно на нее смотреть. А это у нас... Ага! Мы можем высоко прыгать. И, конечно же, буст он спринт. Обожаю. Перед проверкой сейчас быстренько санрайз поставлю, а то мне не нравится, когда ночью. Утро, идей сюда. Спасибо, утро. А теперь проверяем. Я начинаю бежать. Бегу я, в принципе, с такой же скоростью, но сейчас я еще и прыгну. Раз, два, три, бум. Вот, вот это прыжок. Один раз нажимаю на пробел и перепрыгиваю сразу, наверное, блоков 10. Ха-ха, жесть. Посудите сами, раньше бы одним прыжком я не перепрыгнул в эту яму, а сейчас тыдыщ. Все равно не перепрыгнул, подождите, сейчас получится ты. Да что ты будешь делать? Последний шанс тыдыщ. Вот. А раньше бы вообще не вышло. А как мы помним, скорость передвижения еще можно добавить. Этим я, опять же, займусь. Огромное вам, ребят, спасибо за то, что посмотрели данную серию. Огромное спасибо за то, что продолжаете слушать эти бредни. И знаете что? Вот эта 54 серия, я за все 54 серии ни разу не попросил вас вот прям так конкретно поставить лайк. Как насчет сейчас? Короче, просто спасибо огромное за просмотр. И если вы здесь привык, то можете подписаться на канал, поставить лайк поза, друзья. С вами я, Лолошка, был и каска осталась, надо снять быстренько. Всем удачи, всем пока, 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 пока.